Мы переходим к категории самых молодых исполнителей. Ну, тут будет логичнее, если о ней буду говорить я, а не вы. Наставником этой категории является Лолита Милявская. Я, скорее всего, сразу начну с моментов жалостливых. Вы знаете, она очень молоденькая и очень худая. На неё смотришь и сразу жалко. Я обращаюсь к телезрителям, чтобы понимали ситуацию, в которой мы оказались. Моя группа настолько худенькая, что и платья у неё не было. Платье мы нашли только сегодня. Она уже на сцене, кстати. Её не видно, она очень худенькая. Я безумно горжусь, что я имею честь представить эту певицу сейчас вашему вниманию. Она из Щелябинска. Зовут её Виктория Черенцова. Песня «Я милого узнаю». Я безумно рада, что я попала на этот конкурс. Я очень сильно хотела. Я просто всеми фибрами своей души посылала туда, наверх, сигнал. Пожалуйста, пожалуйста, не зайдите до меня. Я увидел, как можно то, что мы называем нудно, петь хорошо. Я уверена, что Вика совершенно новое явление нашей эстраде. Она ни на кого не похожа. Среди подлости и предательства, и суда на расправу скорого. У меня такое было ощущение, тебе, Лолит, не кажется, что девушка всё во сне пропела. Я недавно только научилась петь с открытыми глазами. Для меня это большой труд. А у тебя какая изюминка, как ты думаешь? У меня изюминка. Ну, мои глаза. Я выхожу на Млечный путь. Двумя руками – да, двумя ногами – да. Я хочу поздравить Аллу Борисову с днём рождения и пожелать ей, в первую очередь, здоровья. А всё остальное оно само приложится. Виктория Черенцова. Я милого узнаю по походке. Он носит, носит брюки галипель. А шляпу он носит на панамы. Батильочки он носит на реман. Зачем я вас, милый мой, узнала? Зачем я полюбила вас? А раньше я этого не знала, и не билось сердечко каждый час. А раньше я этого не знала, и не билось сердечко каждый час. А я милого узнаю по походке. Он носит, носит брюки галипель. А шляпу он носит на панаму. Батильочки он носит на реман. Батильочки он носит на реман. Батильочки он носит на реман. Браво! Браво! Вы довольны постановкой этого номера? Да, мне очень понравилось. Какие ощущения? Переживали, волновались. Ну, конечно же, переживала. И буду лукавить, если скажу, что нет. И я такая вся самоуверенная вышла на сцену и дала жару. Нет, очень переживала буквально за сцену. И уже скрестив пальцы, думаю, что бы все получилось. Как на вас смотрел Алла Борисовна сегодня? Этот взгляд дорогого стоит. А вот интересно, как на вас смотрел Роман. И хотелось бы его выслушать. Да. Ну, я, честно говоря, ожидал появления некого такого привидения после вступления Лолиты, которое хочется покормить. Нет, все, слава богу, в порядке. И о тебе речь, Филипп, встань, пожалуйста. К утру само развеется, не обращай внимания. Это мой друг. Ну, может, вам в паре, а мне туда на место? Извините. Мне все понравилось. Я буду неожиданен сам для себя. Спасибо, Роман. Борис, а что скажете вы? Ну, я что скажу. Сегодня, буду откровенен, я не понял ничего про номер. До конца. И у меня есть вопросы по номеру. Вот это номер. О! Вот это красиво. Почему вам не понравился номер? Я уже заметил, чем лучше певец, тем меньше народу. Нам номер очень понравился. Мы с вами не согласны. Вы смотрели сбоку, а мы отсюда, понимаете? Лолита, вам слово. Как ученица? У меня пошли мурашки в конце песни точно. Это безумно тяжелая песня. Выключите кондиционер, пожалуйста. Мама, кто может ее исполнить после Гарика Сукачева? Она это сделала по-другому. Я не знаю, я скажу браво. Правда. А, подождите. А по поводу номера что вы скажете? По поводу номера. Песня спела хорошо. Понятно. Не важно, при чем тут номер. Я, например, на номер даже и не смотрела. О! Вот это вот... На номер смотрят мужчины. Это самое главное, что забываешь о всяких атрибутах вокруг. Не только Гарик Сукачев. Кто только не исполнял эту песню. И можно было скатиться до банальности, в принципе. И ничем не удивить. Но тема хороша Вика, что она... Ой, да не буду я ничего говорить. Одна последняя нота просто в этой песне. И сразу хочется сказать браво. Браво! Браво! Спасибо. А я милого узнаю, папа... Остановитесь, Филипп. Возьмите тебя в руки. А вы не останавливайтесь, аплодируйте, друзья. Челябинск! Поддержите вашу землячку! Отправляйте смс с иврой 05 на номер 1819 или звоните по телефону 8-803-333-4905. Дорогие друзья, призываю вас, голосуйте за Викторию. Ведь в Челябинске настолько суровые мужчины, что ей возвращаться в родной город без победы никак нельзя. Кстати, мою маму тоже звали Виктория. Поэтому я вас очень понимаю, люблю и желаю вам удачи и успеха. Так держать Вика! Виктория Черенцова! Викторию пожелаю! Виктории! Я-я-я-я-я! О-о-о!